Алексей Талай Его цель сегодня поделиться с нами тем счастьем, теми возможностями, той жизнью, которая у него случилась некоторым образом благодаря трагедии, через которую он прошел. Здравствуйте, Алексей. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Для меня это честь выступать родной Беларуси, особенно на такой серьезной и успешной платформе, как TEDx. Я начну с сложного вопроса. Все проходят через подростковый период. Мне кажется, у всех в этот момент какие-то сложные щи в голове. Извините. Что было для вас самым сложным в ваших 16 лет? Видимо, на тот момент было одним из самых сложных – это пригласить любимую девушку на встречу. И еще было сложно в одну из встреч взять ее робко за ручку, когда сердце вырывается и готово полететь по вселенским просторам. Но чуть позже случилось нечто, что заставило забыть про все на свете. В одну секунду я потерял ноги и руки. И вот эта ситуация действительно была тем новым стартом в моей жизни. И не только в моей жизни, но, я думаю, для всей нашей семьи и, можно сказать, для Беларуси, потому что эта история гремела. И европейские медиа говорили, что Алексей Талай – последняя жертва той страшной войны. Той самой бомбы, которая со времен Второй мировой. Было очень сложно ощутить себя вновь ребенком. Когда только подрастающий организм, полон сил и каких-то планов, только я поступил в какое-то учебное заведение. И вдруг я себя ощущаю просто в ванной комнате, где мы все пребываем каждый день. И ощущаю, что для меня вот это небольшое количество воды является бушующим просто океаном. Стоит мать со слезами, не понимает, что делать. Ее маленький Алеша в истерике. И стоит отец, прокусив там губы, да, пытается как-то меня держать и мыть. Вот это вот было очень тяжело. В чем находилась точник силы ваша семья? Что вас поддерживало? Видимо, абсолютная любовь. Я помню, насколько мы сконцентрировались друг на друге. Мы понимали, что кроме нас нам никто не поможет. По городу поползли слухи и родственники, которые приходили в дом, да, и приносили на своих крыльях такие вести. Говорили, знаете, вот говорят, что мать уже сошла с ума, воет, кричит по ночам, да, от вот этого горя. Отец все чаще прикладывается к бутылочке, да, и пребывает в незабытии. И мой младший брат, любимый, дорогой Артур, ходит и не находит покоя, да, там, по улицам родного города. И хорошо, что я услышал вот эти вот слова, находясь в зале и стараясь как-то перевертывать, перелистывать книгу, да, психуя там. Это был, как, знаете, такой толчок под зад ногой. Леша, ты хочешь, чтобы вот так стало с твоей семьей? Начинай-ка ты брать тебя в руки и утри им всем нос, всем этим доброжелателям, которые вот уже бла-бла-бла, семья тала и все, the end, да. Следующий момент был в Германии, когда мы были на реабилитации. Я там увидел детей онкологические, с тяжелейшими онкологическими заболеваниями. И это просто перевернуло все мое сознание. Я из роли жертвы перешел в роль, наверное, бойца. И это помогло вашей семье, вашим родителям, вашему брату. А скажите, когда у вас появилась своя семья, своя собственная семья, какие ценности, что оттуда вы перенесли из опыта вашей семьи? Опыт, который я увидел, насколько важна вот эта безусловная любовь, безоговорочное какое-то доверие. Когда мать, как орлица, надо мной, над раненым птенцом нависла и не позволяла себе и слезинки проронить в моем присутствии. Я видел, она приходила, где-то там походив по другим комнатам, либо когда мы были в той же реабилитации, уходила в близлежащий лесок. Но я стал понимать, насколько ценна вот эта наша связь друг с другом, насколько и отец был мужественным, стойко все это переносил. Вот сейчас зачастую, как только малейшая проблема, мужчины бедные, несчастные берутся за бутылочку, начинают уходить из семьи и так далее, и так далее. Мой отец показал мне этот пример, каким должен быть я, да, без ног, без рук, но насколько я должен любить своих детей, насколько я должен уважать свою супругу, это я подчеркнул там. Вы сами, мы знаем, что вы сами очень хороший отец, у вас четверо детей. Спасибо. Вы много времени проводите с ними. Как вы поняли, что вы можете много дать им? Как вы поняли, что именно вы можете им дать? Ну, во-первых, хочу сказать, что я просто благословлен тем, что у меня есть дети. Я мечтал о детях 14-15 лет, да, откуда-то вот уже появлялись мысли, а какой я буду отец, как я буду с ними играть, проводить время, воспитывать, да, буду ли я там за ремушок браться иногда. Как я буду, каким я буду мужем, и вот 16 лет, и я овощ, каким я себя ощущал, я ощущал определенное время. И вот одна женщина, она не побоялась, не побоялась дотронуться до меня, не побоялась обнять, не побоялась остаться со мной наедине. У нас все получилось, она придала мне сил, эмоции и энергии идти вперед. Представляете, для меня, для человека, который должен был с нутром вырвать из себя саму мельчайшую мысль о том, что я могу быть семьянином и отцом, чтобы просто с ума не сойти, я это вырвал из своей груди. И здесь такой подарок. Девушки, женщины. Конечно же, для меня вот эти преграды, которые все же оставались у меня на пути, уже были преодолимы. Я уже видел, как я буду заниматься бизнесом. Я уже примерно представлял, как я буду заниматься своими детьми. Брал там игрушку большую в зубы, да, и ручкой придерживал, имитируя, как я воспитываю своего ребеночка. Мне хотелось этого. Это двигало мной, это была основная моя мотивация. И сейчас я отец четверых детей, как вы верно сказали. Вот любовь, настоящая любовь, она творит чудеса. Я рад, что я встретил свою любовь. Но опять же, не надо забывать про high technology, наши высокие технологии. Когда я на своей электроколяске, да, несусь со своими детьми, облепленными меня. Один сидит впереди, другой сзади. Доченька Дарья сидит на подлокотнике и там издает все возможное в эфир звуки радости. Вот это меня радовало и позволяло закрыть глаза на ранее доходившие до меня вопросы своих старших сыновей. Папа, а вот ты не такой ко все и детки интересуются. Ты даешь нам что-то в этой жизни или нет? Я вижу, что даю. Да, я как раз хотела спросить, не секрет, что у вас это второй брак. Как вам удается оставаться отцом для своих старших сыновей, для своих старших детей? Да, так вышло. Я, видимо, слишком активно начал заниматься своей какой-то, в том числе благотворительной деятельностью, бизнесом. Соединенные Штаты Америки. Я мог там быть по 4 месяца, изучать деятельность всевозможных организаций, ассоциаций и так далее. В том числе выступал и посетил 30 штатов. Но, видимо, я забыл, что у меня есть любимый человек, который жаждет моего общества и общения. Это к вопросу, знаете, какой-то адекватности. Нельзя с головой уходить в одно из направлений, что бы это ни было. Любовь, бизнес, благотворительность. Все должно быть урегулировано. Все должно быть, как-то, знаете, делаться с умом. И если идет перекос, то происходят такие ситуации, которые вдруг напоминают себе. Да, у нас есть поговорка, мы начинаем ценить только тогда, когда теряешь. Моя супруга, дети покинули мой дом. Как я могу дистанционно влиять на своих детей? Они увидели меня на обложке глянцевого спортивного журнала. И тут же мне позвонили и говорят, папа, ну ты даешь. У тебя настолько окрепла спина. У тебя такие битебсы на руке. И понимаете, когда ты это слышишь от своих деток, да, пусть они где-то там далеко. Но тем не менее, я как отец могу влиять. Влиять на их развитие. Влиять на то, что находится у них внутри. На их мечтания. На их психологическое состояние. И позже было настолько приятно, когда через день позвонила бывшая супруга. Ты не представляешь. Они бегом побежали в спортивный зал. Они уже записались на плавание. И подходя к зеркалу, смотрят, как там у них, как она выразилась, эти куриные мышцы подрослили хоть на чуть-чуть, да. Вот это для отца самое большое счастье, но и заслуга. У нас в Беларуси очень много разводов. На тысячу браков 500, да, половина разводов. Всякое может произойти в нашей жизни. Но мы, отцы, мы должны, тем не менее, принимать участие в воспитании своих детей. Если не мы, то кто? Можно сказать здесь не только о том, что вы не гордитесь своими детьми, но что они гордятся вами, я так понимаю. Правда? Да, да. В чем, вы бы сказали, главный секрет вашего успеха в воспитании детей? Опять же, мы возвращаемся к любви. Это для меня был подарок. Я уже говорил об этом. Я просто ценю это до последней капельки. Ведь я уже смирился с тем, что я никогда не буду отцом. И здесь Всевышний совершил настолько много, да, вот этих невероятных стечений обстоятельств, кавычках, которые перевернули все мое сознание. И из жертвы, да, хлопчика без ножек и без ручек, они сделали предпринимателя. Они сделали отца и сделали мотивационного спикера, в конце концов. И вот просто в чем секрет? Необходимо ценить. Необходимо ценить то, что мы имеем уже сейчас. Если мы этого не ценим, происходят события, которые нам напоминают. Цени семью. Тогда происходят в жизни просто невероятные вещи и подарки. Все начинает идти наилучшим образом. Ты встречаешь людей, ты встречаешь какие-то ситуации, которые тебе подсказываются, в каком направлении двигаться. Как у меня произошло и со спортом. И сейчас, да, в 2020 году я буду выступать за нашу национальную паралимпийскую сборную в Японии. Невероятно. Что я хотел сказать, добавить, дорогие. Воспитание детей – это очень важный такой процесс. И все мы когда-то были дети, согласитесь. И то, что было заложено вот там, невероятным образом влияет на нас. Это воспитание детей, оно должно происходить вот через призму собственного примера. То, что мы транслируем в мир. Сейчас очень проникновенные дети, и их не обманешь. Ты говоришь какие-то серьезные вещи, правильные вещи. Употреблять алкоголь плохо. Сигареты – это яд. Но ты выходишь на кухню и сам там куришь или на балконе. И у ребенка просто происходит какой-то диссонанс. Он перестает верить не только своим родителям, но и вообще этому миру. Потому что родители для каждого ребенка – это боги. Давайте своим собственным примером давать положительный пример. И от этого наша жизнь на планете Земля улучшится. Спасибо, дорогие. Спасибо.